Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». С вами Наталья Яковлевна. Добрый вечер. Вначале коротко проанонсируем нашу вечернюю передачу. Вот о чем мы будем рассказывать. У нас две темы. Организация водоснабжения и водоотведения, так как социологические исследования показывают, что 60% жителей региона недовольны качеством услуг водоснабжения. И вторая тема касается создания Ульяновской области на системной основе раннего представления о профессиях, начиная с детсадовского возраста. Актуальное интервью. Организация водоснабжения в регионе должна стать приоритетом отрасли ЖКХ. В законодательном собрании Ульяновской области на заседании Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству рассматривались проблемы в организации водоснабжения и водоотведения на территории региона. О сложившейся ситуации и планах на предстоящий период информацию для депутатов представили министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Руслан Хайрудинов, глава Ульяновска Александр Балдакин, руководители государственных водоснабжающих предприятий области и города. Организации водоснабжения и водоотведения в числе наиболее проблемных и актуальных вопросов у населения. Социологические исследования показывают, что 60% жителей региона недовольны качеством услуг водоснабжения в первую очередь – это сельские муниципальные образования. Здесь происходит большое количество аварийных ситуаций на сетях. Это вызывает серьезное беспокойство у депутатского корпуса и становится ключевой проблемой в отрасли ЖКХ. По итогам обсуждения принято решение продолжить работу по развитию и поддержке Ульяновского областного водоканала для организации водоснабжения на сельских территориях. Сегодня назрел вопрос о передаче полномочий по снабжению жителей качественной водой с муниципального на региональный уровень. Но для этого муниципалам требуется провести работу по постановке сетей на учет. При рассмотрении деятельности Ульяновского городского водоканала депутаты обратили внимание на необходимость участия предприятия в федеральных программах. Со следующего года в России возобновляется программа модернизации коммунальной инфраструктуры. И для Ульяновской области в ней зарезервировано 1,3 млрд рублей. Значительная часть из этой суммы предназначена для областного центра. Но для этого нужно подготовить проектно-сметную документацию, провести экспертизу и зарезервировать при принятии бюджета на следующий год денежные средства на софинансирование. Сейчас вы услышите фрагмент обсуждения депутатами вопроса, связанного с объединением двух предприятий – областного и Ульяновского городского водоканалов. Министерство ЖКХ считает, что за счет этого объединения ситуация с работой предприятий будет выровнена. Депутаты считают, что это не так. Когда мы говорим о том, что все лето там в населенном пункте или в отдельной улице нет воды – это одно. Когда микрорайон отключается в 14 тысяч человек – это немножко тоже социальные другие резонансные последствия. Мы понимаем тоже. Никто не говорит, что это хорошо, это плохо. Тут всегда золотая середина должна быть. И я последовательно защищаю права органов местного с управлением. Но когда критическая ситуация в городе Ульяновской системы водоснабжения, здесь требуется действительно акцент. И эти акценты мы должны вместе с депутатским корпусом расставить. Потому что есть у нас там микрорайон ближнего Засвияжия. Я там вырос, знаю, у меня тоже дом был с колонкой. Понимаю на проезде Полбина, что это такое, когда до пятого или четвертого этажа, я жил на четвертом этаже, не хватает давления. Мы все это тоже прекрасно понимаем. Но из-за чего это происходит, тоже прекрасно понимаем. Поэтому здесь и нужен комплексный подход. И в части областного водоканала мы планируем возобновить работу рабочей группы в части рассмотрения возможностей и передачи этих полномочий на государственный уровень или в дальнейшем передачи муниципалитетов в ведение областного водоканала. Тенденция такая есть, и сами муниципалитеты явно с этим не справятся. Новых доходных источников в муниципалитетах не появляется. А отдельно тут, конечно же, требуется вопрос с городским водоканалом. Мы должны найти оптимальный ответ, который нас позволит устроить. И поддерживать сельскую местность, не забывать про город. Поэтому я вот думаю, что вот этот баланс и должен быть найден. Вопросы? Хочу заступиться и за облводоканал, и за горводоканал. Здесь прозвучало, что все их так устраивает, они спокойненько живут. Я вам хочу сразу сказать, живут они очень неспокойненько. Я очень глубоко в теме и горводоканала, и облводоканала. Проблем там выше крыши, и они как могут пытаются их решить. Поэтому говорить о том, что они все их устраивает, ничего подобного. Я очень рад видеть сегодня руководство города здесь, на нашем заседании комитета. Потому что сейчас из выступлений коллег четко и ясно становится понятно, что если мы будем в одной лодке сидеть и грести в разные стороны, то у нас ничего не получится. Надо совместно принимать решения, совместно находить баланс. Потому что город густонаселенное место. Облводоканал вообще, давайте говорить откровенно, ему дают те районы в обслуживании, которые уже просто все вокруг понимают. Если не отдать, то в следующий сезон там просто водоснабжение не будет совсем. Вот поэтому и приходится отдавать. Естественно, проблем очень много, они всегда были. И самая главная проблема – недофинансирование. Вот я, например, в прошлом созыве весь срок боролся за то, чтобы выделялись деньги на горводоканал. И только в последний год получилось там 100 миллионов выделить, и то на конкретные работы. Я понимаю, что без этого не обойтись. Но для того, чтобы и область не обидеть, и город поддержать, вот надо совместно, я считаю, провести, может быть, рабочее совещание. Надо конкретно сесть и принять какое-то решение, чтобы было понятие, какая сумма у нас есть, и что куда надо отправлять. 52% населения живут в Ульяновске, а в денежном распределении по душевой мы уступаем городу. Да, в городе сетей меньше, так как в одном подъезде 40, там, чем-то квартир, одна труба, сотка прошла и все. А в сельском местности у нас таши 200-300 метров. Поэтому расходы, да. Но водоканал должен быть такой структурой, что оказать услугу. Населению оплату только возместить с бюджета. Он оказывает услуги, получает субсидии с областного бюджета. Так вот, как Сергей Сергеевич сказал, мы эти структуры не поднимем на уровень рентабельности. Те же тарифы, изношенность сетей, все это сегодня просто-напросто их загонят в угол. Они будут завтра, пусть завтра уже не в состоянии содержать тех сетей, которые у них сегодня на балансе. Не то, что ремонтировать, содержать они не смогут. Поэтому, да, городу надо помочь. Я предлагаю отдельно собрать совещание. Вот чисто водоканал, областной, городской, руководство города, законодательное собрание, комитет. И выработать решение, как помочь этим структурам, чтобы ни город, ни область не оставлять без воды. Это жизненно необходимо. Каждый человек понимает, что вода – это действительно основное, с чем мы связываем, свою жизнь. Поэтому я предлагаю все-таки по двум направлениям пойти. Первое направление – это все-таки создание рабочей группы по областному водоканалу. И это все-таки важно определиться. Передача на государственный уровень этих полномочий, либо продолжение работы по передаче муниципалитетов в областному водоканалу. Соответственно, это первая группа рабочая. Я думаю, что она должна работать. А вторая – все-таки мы должны готовиться точно к 2025 и последующим годам. У нас с вами реинвестирование в освобождаемых средств. Там три направления, куда мы можем направить. Мы должны максимально модернизацию коммунальной инфраструктуры. Поэтому я в любом случае буду взаимодействовать и с Минфином, и с федеральным центром. Есть проект «Правил» уже. Я с ним ознакомлен и готов поделиться, чтобы мы, как министерство профильное, так и областной водоканал и городской были готовы к этому. И первые предложили свои предложения. Не направили их на развитие промышленности, инновационных каких-то направлений, которые также одной из направлений в освобождаемых средствах являются, а все-таки коммунальная инфраструктура. И второе все-таки направление – это город Ульяновск. Мы должны отработать миллиард триста потенциально, как мы можем, в 2025 году и какой адресный перечень, как это все будет выстроено уже сейчас. Потому что заявка будет направляться, и мы понимаем, что эту всю сумму, исходя из даже объема софинансирования, понятно, что город Ульяновск не потянет. Поэтому здесь вот я предлагаю это второе направление, которое мы должны в режиме постоянном постараться отработать. И хотелось бы все-таки по проблемным объектам, Руслан Анатольевич, Ваш комментарий услышит. По объектам, которые реализуются на территории города Ульяновск, скажу, какая ситуация на сегодняшний момент. По состоянию на 18 апреля процент выполнения составляет почти 40% от общего объема работ, отставание от графика составляет 40 дней. Плановый срок завершения работы – это 1 декабря 2024 года. Срок еще не переносился ни разу, это срок, который у нас по договору. В настоящий момент часть оборудования необходимого уже закуплена, оставшаяся часть оборудования заказана. По договору поставка данного оборудования она будет производиться по партиям, по мере готовности. Основной срок поставки данного оборудования – это июнь-июль этого года. Есть несколько позиций, которые будут и в августе поставлены, и две позиции в сентябре, но они не остановят процесс производства работ на очистных сооружениях Левобережья. На прошлой неделе там работало 64 человека на объекте. Это количество, которое ниже, чем в плане графики, но в мае месяце будет увеличение уже на 50%, с 1 июня еще дополнительно на 40-50%, в том числе исходя из первоначально погодных условий, ну и плюс исходя из поставки оборудования, которое будет приходить, будут наращиваться. То есть риски по данному объекту, они минимальны. Все-таки есть все шансы для того, чтобы данный объект к концу года нам принять. Это касается Левобережья. По Буршу ситуация следующая, что 10 апреля было решение суда о признании данного договора недействительным и применении всех последствий недействительной сделки. Всем понимаем, что решение суда в законную силу еще не вступило. Есть определенный срок, когда оно вступит в силу, плюс есть намерения подрядной организации, которые работу проводят, обжаловать данное решение. Еще определенный срок можно на 2 месяца примерно уйти, чтобы в законную силу данное решение вступило. То, что подрядная организация производила на объекте, и процент готовности составляет 39%, на данном объекте работало неделю назад 8 человек, при плане 16 человек и 1 единица техники. В настоящий момент для того, чтобы не упустить эти сроки, потому что 2 месяца это сроки очень серьезные, с учетом того, что сейчас как раз строительный сезон начинается, с целью сокращения как раз этого промежутка, администрации района или заказчикам муниципальным было принято решение о направлении одностороннего отказа от исполнения условий договора в силу того, что они не укладываются в график, и заказчик видит, что при таком ходе работ исполнение данного контракта оно невыполнимо. Ждем, когда оно у нас вступит в силу. Это начало мая. Разработали определенную дорожную карту, в соответствии с которой намереваемся двигаться по ней. Пора на сегодняшний день определиться и двигаться какое-то стратегическое понимание этого вопроса. Поэтому проект решения, я как и предлагал нам с вами по двум направлениям действовать. Первое направление это все-таки по передаче полномочий либо непередаче. Определиться по какому пути и по поддержке областного водоканала и отдельно по заявочной кампании города Ульяновска на 2025 год и плюс реинвестирование высвобождаемых денежных средств. Здесь вот три таких приоритета. Я прошу протокольных зафиксировать нам. И дополнительно, Слава Наиловича по барышу уже в ручном режиме подключает депутат Долгова. Меня как председателя комитета тоже давайте отработаем. Я думаю, что это первое приближение. Мы понимаем, что вопрос нужно решать. И действительно, это должно быть приоритетом не только нашего комитета. Я думаю, должно быть приоритетом фракций всех. Постараемся, чтобы действительно законодательное собрание за основу взяло один из важнейших приоритетов. Это обеспечение водоснабжения и водоотведения. Пронимаем к сведению информацию и берем в качестве приоритетных направлений те направления, которые я три обозначил. Реинвестирование, поддержка областного водоканала в передаче государственных полномочий и заявочная кампания по городу Ульяновск как отдельно для участия в программе модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025 год. И снова вернемся к цифрам и программам федерального и регионального уровней, которые призваны улучшить ситуацию с холодным водоснабжением, особенно в сельской местности. В этом году на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения направят почти 3 миллиарда рублей, из которых значительная часть – это 1 миллиард 900 миллионов рублей привлекаемые средства федерального бюджета в рамках национальных проектов и государственных программ. В частности, финансирование федерального проекта «Оздоровление Волги» сумма 2 миллиарда 200 миллионов рублей позволит до конца текущего года провести реконструкцию сооружений биологической очистки очистных сооружений и канализации левобережья города Ульяновска и очистных сооружений и канализации города Брыша. В рамках проекта «Чистая вода» будут завершены реконструкции системы водоснабжения с установкой станции водоподготовки в Новой Мэне и строительства водовода до поселков Мирной и Чердаклы. После реализации всех запланированных на этот год мероприятий качество предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения должно быть улучшено для 34 тысяч человек, проживающих на территории региона. На основании меморандумов, заключенных между правительством Ульяновской области и фракциями Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Законодательного собрания Ульяновской области и обращения депутатов, сформирован перечень потребностей на дополнительные финансирования мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения. В него включено 166 мероприятий на сумму 3 млрд 616 млн. рублей. Финансирование на данные цели в областном бюджете не предусмотрено. С федеральными органами прорабатывается вопрос о реконструкции очистных сооружений и канализации, которые расположены в населенных пунктах Ульяновской области. В Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации направлена заявка нашего региона на участие в федеральном проекте оздоровления водных объектов на 2025-30-е годы. В эту заявку включено 51 мероприятие, в том числе строительство и реконструкция 44 комплексов очистных сооружений, строительство коллекторов в Димитровграде, Озерках и Чердаклах. Общая стоимость реализации мероприятия составит 39 миллиардов рублей. В ходе обсуждения депутаты Законодательного собрания акцентировали внимание на участие регионов в федеральных программах. Для этого требуется предусмотреть уровень софинансирования со стороны региона. В решении накопившихся вопросов водоснабжения сегодня необходимо принимать системные и ключевые решения. Иначе в будущем придется лишь устранять аварии, но не будет возможности заниматься развитием и модернизацией. Мы вновь возвращаемся в Законодательное собрание Ульяновской области, где прошло заседание Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству. Следующий вопрос, который обсудили депутаты, касался газового оборудования и его технического обслуживания. В части федерального закона номер 55.24.24.8 о внесении изменений в целях повышения уровня безопасности эксплуатации внутри домового и внутри квартирного газового оборудования. Законодатель предлагает, что у нас с вами изменилось правило оказания соответствующих услуг и техническое обслуживание теперь ВДГО и ВКГО. Вот это квартирное газовое оборудование, то домовое газовое оборудование осуществляет одна специализированная организация. В связи с этим должно быть предусмотрено жилищным кодексом обязанность собственника предоставления доступа для того, чтобы это провести работы. Соответственно, если доступ не предоставляется, право соответствующей специализированной организации обратиться в суд с иском о предоставлении доступа. Соответствующее изменение жилищной кодекса и ГПК вносится. И плюс сокращенный срок рассмотрения данного иска 12 дней. Мне кажется, инициатива правильная. У нас с вами злоупотребление правом возникает, к сожалению. И поэтому необходимость этой специализированной организации получения доступа, она должна быть. И, соответственно, упрощенный порядок судопроизводства. Ситуация светального исхода. Ситуация светального исхода и проблем с газовым оборудованием. Мы все понимаем, как это работало в советские времена, когда уровень сознательности и отношения к этому, как к обязанности. Отпроситься с работы, если тебе пришло уведомление, остаться дома и пустить специалистов для того, чтобы они проверили в квартире хозяйство газовое. В этой части, я думаю, что надо ведь и к работодателям какие-то меры применять, чтобы они обязаны были по возможности отпускать людей, предоставлять по заявлению за свой счет или как-то. Понятно, что, наверное, это не должно быть оплачиваемое время. Но, по крайней мере, при наличии заявления о том, что газовая служба идет на такую проверку, чтобы такого человека отпускали с работы. Поскольку ведь люди не всегда недобросовестны в этой части. Зачастую они с работы не могут уйти. А газовая служба, мы понимаем, никогда не будет иметь такого штата сотрудников, чтобы всех обойти за субботу и воскресенье или только в вечернее время. Спасибо за предложение, Константин Николаевич. Я думаю, что это будет предметом отдельного рассмотрения, в том числе и нашего комитета, возможности выхода законодательной инициативы. Очень правильная инициатива. Она должна, наверное, была быть в комплексе, но пока мы говорим о внесении в жилищный кодекс и ГПК. Двигаемся дальше. По проекту федеральному закону о внесении изменений статьи 173 жилищного кодекса в части повышения платежной дисциплины по внесению взносов за капитальный ремонт. Законный проект предлагает увеличить размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт с менее 50% до менее 80% от размера начисленных взносов в качестве определения оснований для уведомления о необходимости информирования собственников помещения о наличии соответствующей задолженности и погашения. У нас есть правовые основания для того, чтобы люди, находящиеся на спецсчете, соответственно, перешли потом в дальнейшем на общий котел или фонд в случае, если соответствующие нарушения с их стороны происходят. Одним из таких нарушений предлагается указать неоплата капитального ремонта не менее 80%. Если сейчас не менее 50% есть, то требования ужесточаются и, соответственно, мы даже не сможем с вами сказать, что большую часть населения это затрагивает. Часть населения добросовестно это выполняет, находимся мы с вами на спецсчете, но размер взносов, который поступает, если составляет менее 50% на сегодняшний день, то да, появляется основание для уведомления о жилищной инспекции, а жилищная инспекция направляет соответствующую информацию в органы местного самоуправления, в администрацию или в комитет ЖКХ. Если сейчас про менее 50%, то в законопроекте менее 80%. То есть, на мой взгляд, это значительно ухудшение положения собственников жилья, которые уже приняли для себя решение, что они накапливают денежные средства на специальном счете. Это определенный уровень самосназнания, и, соответственно, у них есть и возможность при необходимости инструментария и взыскать эту задолженность с собственников. Поэтому переход обратно на общий котел, мне кажется, перечеркивает их самосознательность и накопление средств за предыдущий период. Поэтому предложение все-таки не поддерживать данную инициативу. Она сыроватая является. Наверное, соглашусь, что надо не поддерживать, потому что речь идет не про недобрословестность держателя спецсчета, который не занимается взысканием задолженности. То есть не владельцы спецсчета, да? А про просто несобираемость. Что такое переход в общий котел? Это значит переход под стандарт какого-то конкретного юрлица. Что они могут сделать? Суды пойти. Если, например, этот же держатель все то же самое сделал и всех собственников, условно, просудил и получил решение, да, или там судебный приказ. Чем фонд будет лучше в этом значении? То есть если они бездействуют, давайте разбираться в бездействии. И в этом случае применять санкции. Вот в этом и дело еще одно основание, по которому мы считаем, что оно преждевременное, нет отсутствия необходимости поддерживать, потому что нет фактуры. То есть нет фактической проблематики, в связи с чем это произошло. То есть нет реальных цифр, которые можно по щупу хоть увидеть, в связи с чем это произошло. Депутаты Законодательного собрания еще обсудили ряд вопросов, которые связаны с ТКО, начислением платы за жилое помещение и доставкой квитанции за капитальный ремонт. Стали возникать ситуации, когда люди признают себя через судебные инстанции несостоятельными банкротами и, соответственно, не оплачивают коммунальные услуги управляющим организациям ТСЖ и ЖСК, соответственно, те, в свою очередь, у них обязанность по оплате коммунальных услуг и твердокоммунальных отходов есть такая, если они являются исполнителями коммунальных услуг. То есть возникает ситуация, когда ресурсоснабжающая организация ресурс подает или мусор, например, вывозит, исполнительным является управляющая компания, которая денежные средства не приходит, в связи с тем, что несостоятельным банкротом был признан физическое лицо. Но обязанность ресурсникам оплаты у него есть, у исполнителя коммунальных услуг. Поэтому здесь предлагается освободить от соответствующей ответственности исполнительных коммунальных услуг, это, в первую очередь, ТСЖ, ЖСК и управляющая организация, в случае, если эта задолженность обусловлена признанием банкротом или несостоятельным физических лиц. И в случае невозможности взыскания, которое законодатель предусматривает. Таких случаев уже, кстати, очень много, когда злоупотребляют правом такие люди. Двигаемся дальше. В части проекта закона о унесении изменений в ЖК РФ в части совершенствования порядка начисления палаты за содержание жилого помещения. Вот эту инициативу, наверное, слышали, очень сильно ее рекламировали в средствах массовой информации, в социальных сетях и везде прошла, о том, что выделить в отдельную услугу это от содержания ремонт жилья текущий ремонт. Согласно действующему законодательству структура платы состоит из как раз содержания ремонт жилья, платы за коммунальные услуги, взносов за капитальный ремонт и, соответственно, социальный наем. Если соответствующие платы есть, если это муниципальное жилье. То предложение разделить сейчас законодатель ремонт и содержание на текущий ремонт И соответственно содержание Поэтому здесь обоснование приводится Что якобы нет возможности Собственно проконтролировать данные денежные средства В связи с тем, что они входят в структуру содержания И могут расходоваться не по назначению Но мы же с вами понимаем, что на практике Если собственники жилья принимают соответствующие решения Они выделяют текущий ремонт как отдельный вид услуг И соответственно определяется отдельный вид работ Который оказывается Он имеет строго целевой характер И соответственно на содержание Никаким образом списан быть не может Поэтому в настоящее время У собственников есть инструментарий Через решение общего собрания А в случае передать вечер полномочия совету дома Определять отдельной строчкой текущий ремонт Поэтому на мой взгляд Инициатива она только унесет дополнительную путаницу И законопроект поддерживать не стоит Это опять же органы местного управления К сожалению установки размера платы За текущий ремонт нет В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации Поэтому тут корреспондирующих изменений нет И у нас появится правовой пробел Когда отдельные дома Которые на муниципальном так называемом тарифе Им нельзя будет установить этот текущий ремонт Тоже ситуация не из хороших Поэтому к предложению не поддерживать законопроект Двигаемся дальше В части федерального закона О внесении изменений в статью 171 и 182 Жилищного кодекса Российской Федерации В части совершенствования способа доставки Собственникам жилых помещений На квартирных домах платежных документов Для оплаты взносов на капитальный ремонт Тут предложение такое Если денежные средства накапливаются на фонде Капитального ремонта счета регионального оператора Чтобы у регионального оператора На основании обращения собственника жилья Была возможность выставлять электронный платежный документ Либо на сайте Либо посредством направления Условно на электронную почту Или иной электронный носитель В настоящее время Норма действующего законодательства Позволяет это делать И без изменений в жилищный кодекс Российской Федерации И электронные соответствующие платежные документы Уже поставляются при наличии соответствующих согласий Поэтому, на мой взгляд, целесообразности Внесения изменений отсутствуют Тем более мы не говорим о том Что это изменения еще для тех Кто накапливает денежные средства на спецсчетах Почему-то опять выделяем тех Кто на счете регионального оператора А про другую категорию Которые по численности не меньше Забываем Поэтому предложение не поддерживать законоправления Спасибо, повестка исчерпана Вы слушали репортаж Из законодательного собрания Ульяновской области Где прошло заседание комитета По жилищной политике И коммунальному хозяйству Говорит Ульяновск Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании Волга Место у микрофона Я выступаю своему коллеге Дмитрию Емельянову Который встретился С министром просвещения и воспитания Ульяновской области Натальей Семеновой Речь пойдет об освоении профессии С раннего возраста Сейчас очень актуальна Ранняя профориентация Даже в детских садах А люди уже знакомятся с профессиями А когда можно получить реальный эффект от этого? В образовании не бывает все сразу Не бывает все сегодня начали А завтра это случилось Но вместе с тем вы абсолютно правы У нас в регионе Работа по профориентации Выстроена, правда, с дошкольного возраста И, кстати, у некоторых экспертов На федеральном уровне Возникали вопросы Не рано ли? Нет, не рано Мы это поняли и на практике И консультировались с специалистами И психологами, и педагогами, и методистами У нас дошкольного возраста дети Знакомятся с профессиями Через игру Знакомятся с профессиями Через общение с родителями Которые рассказывают И приходят в детский сад Знакомиться А кем же работают Ваш папа, мама Это важно Через создание определенной среды Которая говорит о том Что вот наш детский сад Работает с железной дорогой У ребят есть специальная форма Железной дороги У ребят есть определенные Сюжетные игры По этому направлению У нас отличный детский сад В новом городе По авиационному направлению И с дошкольного возраста Вникая, погружаясь В эти профессии Мы можем говорить Что многие из этих детей И дальше продолжают Интересоваться И в итоге выбирают Именно эту профессию Но это первый шаг Следующий шаг Это все, что связано Со школьной жизнью Профориентация в школе И с 1 сентября 2023 года По стране И мы не исключение Была запущена Единая программа Профориентации С 6 по 11 класс Это и мастер-классы И дни без турникетов И встречи с представителями Индустриальных партнеров Проекты разные Билет в будущее И что мне приятно То, что ребята Юниоры Принимают участие Это ребята, которые школьники Принимают участие В чемпионатах Молодые профессионалы Будучи школьниками Они становятся победителями У нас таких примеров Очень много Например, по направлению Обслуживания Легковых автомобилей На базе Межрегионального центра Компетенции Но и это говорит о том Что путь ребенка Который выстроен По особому алгоритму С учетом его интересов Он позволяет Более мягко входить В выбор Техникума Вуза Колледжа Ну и будущей профессии Профессионалитет Какие кластеры Уже созданы У нас В Ульямской области Профессионалитет На мой взгляд Это настолько правильный Точный Актуальный своевременный проект По изменению Вообще системы Среднего профессионального образования Ну, может быть, кто-то Моего возраста Или постарше Помнит, что Все-таки Подготовка кадров Тогда еще училища Шла параллельно С индустриальным партнером С работодателем То есть у образования Были одни задачи подготовить У работодателя Были другие Вот сейчас Профессионалитет объединен То есть мы теперь вместе Образование Услышав Индустриальных партнеров Понимает Какого уровня Нужны кадры Высоко квалифицированные А работодатели Понимают Как нужно включиться В этот совместный проект Буквально Несколько слов Что дает Профессионалитет Ну, первое Мы смогли сократить Программу Подготовки кадров Для того, чтобы Сократить плечо От образовательного Учреждения Непосредственно До предприятия Второе Это оплачиваемая практика Студентам Студент приходит На предприятие И предприятие Имеет возможность Оплачивать практику Это гарантированное Трудоустройство Ты точно понимаешь Куда ты пойдешь работать Это тоже важно Вовлеченность Предприятия Организации В разработку Учебных программ Учебных планов Участие В демонстрационном экзамене А демонстрационный экзамен Это, по сути, выпускной экзамен Только он Практической направленности И вот эти все плюсы Они очевидны Как для образования Так и для работодателей Мы с 22-го года Одни из первых Включились в этот проект Всего в первом такте Было отобрано 30 учреждений Среднего профессионального образования По стране И мы одни из них Мы зашли с авиационным колледжем Межрегиональным центром компетенции И авиастаром Но я по привычке называю Авиастар Следующий шаг Это новоспасский техникум С достаточно крупным партнером О проминвест По направлению Сельское хозяйство Агронаправление 24-й год Мы изначально были признаны Победителями С двумя производственно-образовательными Кластерами Один из них Радиоэлектроника Это ОКПП и ВУЗ Кстати, впервые С техническим университетом И профессионально-политехнический колледж Такая связка СПО, ВУЗ и работодатель И наш техникум дизайна Легкой промышленности С предприятием Бастун Но В 2024 году был объявлен Дополнительный набор На профессионалитет 2024 года И наше еще одно учреждение Это Димитровградский технический колледж Вместе с ДААЗом Были признаны Победителем этого года Сейчас активно ведется работа По ремонтным работам Для того, чтобы устанавливать оборудование Идут закупки оборудования С учетом потребностей Работодателя Чтобы выпускник колледжа Или техникума Пришел на предприятие Уже понимая На каком оборудовании он будет работать А насколько широко молодежь пользуется Вот этими возможностями Много ли ребят сегодня понимает Что иметь профессию в руках Это важно Выбирают не высшее учебное заведение А училище или колледжи Ну училищ нет Я напомню У нас нет такого типа организации У нас есть техникумы и колледжи А внутри них есть уровень Начального профессионального образования То, что раньше было училище Судя по цифрам И по встречам с родителями С ребятами Седьмых, восьмых, девятых классов Мы уже четко понимаем Что с каждым годом Количество ребят Которые после девятого класса Выбирают уровень Среднего профессионального образования Увеличивается И на мой взгляд это неплохо Поскольку после девятого класса Ну ребенок, так его назовем Будет получать уже профессию Которое будет в руках И имеет возможность дальше По окончании техникума или колледжа Продолжить обучение в ВУЗе Я, кстати, не была профессионалитета Но я пошла таким же путем Я после школы сначала закончила Педагогическое училище А потом поступила очно в педагогический ВУЗ Нисколько не пожалею Потому что у меня в руках Были практически навыки, умения И сегодня профессионалитет Вот доказывает этот путь Как, ну, оправданный Конец мая традиционно Это последние звонки в школах Как они пройдут? И определены уже даты, Наталья Владимировна? Мы даты по последним звонкам И выпускным В этот раз определили как нельзя раньше Еще в начале года зимой было определено С учетом, мы попытались вписаться в федеральный тренд И с учетом федеральных рекомендаций Определить даты у нас на территории региона И они следующие, 25 мая Прозвенит последний звонок во всех школах Очень трогательное мероприятие Проходит оно по-разному Кто-то проводит на территории школы И собирает с 1 по 11 класс Чтобы все школьники, вся школа Проводили в добрый, успешный путь выпускников Кто-то проводит это внутри школы Но это всегда торжественно Это всегда вместе с родителями и учителями Это всегда слезы Слезы благодарности, слезы радости Ну и июнь, 28-й Это выпускные Когда мы вручаем аттестаты И определяя даты Мы в обязательном порядке Учитывали расписание единого государственного экзамена Чтобы у нас не совпали дни Чтобы была возможность детям подготовиться К экзаменам и только потом К непосредственно торжественным мероприятиям Мы учли все Каким будет 24-й учебный год? Я имею ввиду следующий Есть план? Он точно будет счастливым Он точно будет с большим количеством обновленных школ В этом году у нас 11 в капитальном ремонте Три из них с двухгодичным контрактом В этом году мы начали На следующий год завершим На следующий год еще восемь школ Вошли уже в подтвержденную программу капитального ремонта Это новые условия Это новая среда Ну и точно Новые знания Вы слушали министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталью Семенову Вечернюю передачу для вас провела Наталья Юкозина Спасибо за внимание Субтитры подогнал «Симон»